здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любами а значит у нас коли гостях на нашей кухне сегодня у нас квас без дрожжей очень вкусный но для начала я как всегда спрошу куда ты с нами дали баня с вами кто понял жизнь работу бросил значит еще ничего в этой жизни не понял постигаю потихоньку ну что ж давай давай дерзай дорогие наши кипяченая вода 4 литра в банке температура комнатная такая слегка даже теплая здесь отдельно добавила еще пол литра потому получается четыре с половиной тоже комнатная температура даже теплее на каждый литр воды я добавляю две столовые ложки сахара потому я рассчитываю из расчета 4 литра значит 8 ложек сахара отправляем в эту водичку можете взять меньше кто не любит сильно сладкий можете взять одну столовую ложку тоже будет вкусно но я делаю такой чтобы сладенький хорошенько венчиком это все перемешаем чтобы растворить сахар может ты все-таки признаешься что это ты будешь готовить это у нас будет квас вот так вот выливаю сюда смотрим чтобы на дне желательно не остался сахар вот так вот есть теперь сюда же я отправлю сухарики жидкий бородинский хлеб сухарики нарезанные слышите как хрустят они у меня такие подсушила на солнышку можно подсушить духовке да хорошо такого тверденького состояния из расчета на 1 литр 100 грамм можно брать 80 я беру когда как есть я сейчас я взяла сколько петрович не пытался из воды дрожжей из сахара сделать квас все время получалось самогонку не знаю как у него так а у нас класс получается ждем ждем пока я все переслеплю и так сухарики отправила так знаете уже ароматненько потому как водичка тепленькая начинается даже такая пенка и цвет меняется в баночки водички потому значит в обычная если делают на трехлитровую банку я закрываю крышечкой которая с дырочками знаете которые для консервации сливать здесь же у меня больше объем такой крышечки нету то есть диаметр потом я просто вот так маленькой и там посмотрим резиночкой так заряжен и ставим в теплое место теплое место может быть на кухне на столе может быть у вас спальне на окно где теплее и так через три дня мы с вами встретимся и посмотрим что из этого получилось хорошо и так прошло четыре дня то есть четверо суток это как говорится продолжаем квас наш выстоялся коля на месте все на месте все без потерь потому правда коля я тут четыре дня без потерь знаете смотрите я уже подготовилась вот так вот квас вообще я вам говорила три дня но можно четыре даже пять это зависит от температуры и знаете очень много зависит от сахара и не знаю как у вас но мы заметили что сахар бывает очень сладкий и просто сладкий а бывает вообще никакой слабенький потому обязательно пробуйте на вкус вот когда сделали вот эту водичку где заправили квас ну перед тем как вас будет играть попробуйте он должен слегка сладковатый потому что надо питание дать вот этим дрожжам которые находятся в этих сухарика в принципе все сказала вот здесь вот будут они подниматься конечно эти сухарики если вы так как я налили так достаточно потому обязательно меняем меняем простирами меняем вот эту вот марлечку вот так вот смотрите какие они здесь вот видите все вот она теперь я аккуратненько процежу марлечка ситечка там или дуршлачок что есть и я беру такую емкость что было удобно потом переливать и так я аккуратненько буду процеживать хозяйкам на заметку ваш фильтр для воды прослужит гораздо дольше если у вас нет денег на новый ждем ждем так смотрите в банке на дне оставила там еще такой кваса немножечко и вот это сухарики те которые расстояли сейчас я немножечко позже к этому вернусь теперь вот этот которая процедила квас я сейчас аккуратненько перелью этот кувшинчик и так вас налила перелила то есть но не весь там еще остался баночку возьму баночку бутылочки вот теперь конечно он должен быть охлажденным понятное дело вот такой вот стакане не видно вот такой вот квас коля внутри видно что там короче вкусный квас сейчас попробую я уже пробовала же его каждый день пробовала чтобы вкусный вкусный только не охлажденный обязательно охладите а для этого знаете еще мне говорили и я так принципе сделаю писали мне совет значит разлить по полтора литровым бутылочкам или литру может двухлитровым разлить и в каждую бутылочку положить до пяти штучек изюма немытого я сейчас найду бутылочки и в холодильник только не сильно полные наливайте так чтоб где-то вот так вот хорошенько нету как до плечика в бутылке чтоб было где ему играть вот эта возможность он еще будет холодильник и продолжать немножечко так как бродить будто бы в принципе вот это и все с квасом я вам все сказала теперь вот это ничего не выбрасываю сухари у меня еще остались прошлого раза сухие значит вот смотрите оставила половину сухарей которые были уже размокли и там немножечко даже такой водички есть теперь добавлю не знаю так не сильно много дрежь ой-ой-ой дрежь меньки простых сухариков те которые подсушенные значит сюда же теперь я добавлю по 3 столовые ложки сахара по 3 потому что дорогие мои мой сахар слабый мне 2 было даже мало потому по 3 столовые ложки на литр воды закрою и опять поставлю бродить опять мы накрывать будем вот так вот все ну конечно же водичку нальем вы же понимаете вот накрыли и опять на солнышко пока этот квас выпили этот подойдет этот будет уже быстрее бродить это точно потому что прошлом году у нас это было намного быстрее ну что ж рецепт довольно простой ничего сложного жара впереди потому делайте и так удаляйте жажду как говорится да прохладным квасом ну ты еще раз сербни а я никто расскажу женщина обращается директору бара скажите пожалуйста а где делась вот эта барменша такая смазливая симпатичная вы хотите заказать коктейль нет я хочу найти мужа своего ну это уже конечный результат в принципе это нормально быстро просто и вкусно скажу вам вкус надо мне магазины конечно магазины там еще будут дрожжей здесь дрожжей нет просто только те дрожжи которые присутствуют сухарика принципе все сухарики эти будут у меня лежать и их опять завяжу меня такой в мешочек есть из этого как сказать с маленький вот такой я сейчас пересыплю опять и пусть они лежат но обязательно только спрятать надо чтобы не поели чтобы не поели да у нас дарим у нас не едят сухарики на собачку корня и вот это как только прозевала сухариком она очень любит она очень любит она прям ручку дергает как зашли она сидит и ждет пока вы несут сухарики ну что ж пошутили и досить как говорится заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайки если не жалко пишите комментарии а самое главное дорогие наши будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и на всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания